здравствуйте друзья здесь демитков юрий вы знаете что я ввязался в драку по сургут нефтегазу привилегированным акциям в ожидании их роста накануне дивидендной выплаты и многие последовали моему совету и все вопрошают но наверно все все таким блин ошибся демитков и не будет этого роста ожидаемого не будет давайте посмотрим да когда же он вырастет нам наконец-то мы же его уже купили когда он вырос вот поэтому давайте зададимся вопросом даже вырастут акции сургут нефтегаз рефы ну во первых этого надо сказать что никто не знает во первых вторых значит вырастут ли они вообще тоже никто не знает но наиболее вероятный сценарий давайте посмотрим по тем акциям которые уже отыграли свое дивидендное ралли давайте посмотрим как это было у других акций итак смотрите первый график с четырехчасовым таймфреймом сбербанк привилегированные акции я уже показывал график посмотрите вот дата отсечки 10 06 было видите до 10 06 последняя дата перед отсечкой то есть вот те акции которые были еще на 10 06 если купить то они еще с дивидендами вот эти уже без дивидендов посмотрите когда произошел рост акций и насколько на восемь с половиной процентов вот смотрите четырех часовой график здесь 10 число смотрите когда начался рост ну рост начался фактически вот здесь 24 05 рост начался за две недели правильно я понимаю рост начался за две недели до момента но последней покупки до момента вот окончания дивидендного ралли за две недели сургут нефтегаз дата выплаты дивидендов отсечки насколько помню 18 последний день когда можно будет вот этот вот день продать 16 число поэтому сам ну до этого момента еще по моему больше трех недель до больше трех недель еще поэтому все еще впереди друзья мои давайте посмотрим как происходило дальше это сбербанк вот история сегодняшнего дня башнефть башнефть у меня спрашивал кто-то говорит но может и не отыграть потому что башнефть на момент совета директоров упала но упала почему потому что по башнефть и во-первых я уже ответил там в комментарии по башнефть и была прибыль достаточно хорошая то есть рост прибыли компании был и акционеры ожидали что рост прибыли будет сопровождаться ростом дивидендов дивидендов но на совете директоров сказали что ну прибыль выросла но мы ее как бы оставим в компании и не будем увеличивать дивиденды поэтому значит там было падение у меня спросили а будет ли девицка дивидендный гэп конечно будет потому что вот оно он случился сегодня это вот сегодняшняя дата теперь давайте посмотрим что случилось накануне когда акции начали расти ну вот условно говоря вот здесь они начали расти вот сегодня вот смотрите последний день был двадцатое число вчерашний начали они расти шестого числа вот седьмого они уже начали расти понимаете двадцатая минус шестой получается четырнадцать дней за две недели до момента отсечки акции начали расти опять две недели так же как в сбербанке запомнили да дальше нлмк нлмк вот она отсечка произошла семнадцатого ноль шестого когда начали акции расти давайте посмотрим десятого за неделю до отсечки акции начали расти до этого они начали расти еще за две недели вот за две недели они подросли а потом последняя неделя самый бурный рост и вот она значит смотрите последний день был семнадцатая четырнадцатое число все был максимум вот он вот четырнадца число был максимум они пошли вниз за три дня до последнего дня перед отсечкой они пошли они пошли вниз дальше дальше смотрим такая же ситуация вот она видите нл россии что такое вот здесь вот была отсечка дивидендная ноль седьмое ноль шестое вы видите максимум 122 минимум 114 вот они как упали вот они упали вот от сих пор до сих а соответственно рост начался накануне буквально за день до выплаты последний день вот она выплата все вот что произошло с нл то есть в последний день перед выплатой и они дальше смотрите после того как они упали вот он дивидендный гэп они уже ну практически восстановились понимаете вот что там еще у нас новотеки не буду показывать это не о том история поэтому посмотрите ну что такое у нас сейчас происходит с где мы находимся грубо говоря вот с акциями сургут нефтегаза привилегированными вот заседание совета директоров прошло значит сказали будет высокие дивиденды вот они значит это самое есть такое вот ну как бы плато они немножечко выросли чуть-чуть вот вчера упали в связи с ростом доллара в смысле падением доллара и соответственно дальше что происходит дальше дальше они еще неделю я ожидаю что будут болтаться вот в этом вот диапазоне они далеко не уйдут не вырастут они будут болтаться от 41 до 40 ну грубо говоря двух выше они не поднимутся я ожидаю что в течение следующей недели а вот потом уже начнется рост перед отсечкой когда он начнется да черт его знает когда он начнется акции растут не тогда когда мы их покупаем а тогда когда покупают много людей сколько людей купит эти акции перед отсечкой я не знаю вот но как бы давайте вот глядя на характерный скажем тот же самый сбербанк еще раз так где он у меня вот он вот можно сказать что за две недели уже можно будет наблюдать более там будет динамика более интересная что я буду делать в это время вот он вот видите у меня стоит минимум да и вот он вот стоит у меня take profit на 45 так вот в последние две недели я буду внимательно смотреть вот за этими линиями и как только акции будут подниматься я нижнюю линию стоп лимит буду поднимать потихонечку вот а верхнюю линию я может быть ну приближу уже в последние последние дни значит я уже буду видеть что она сказать но вырастет там не до 45 например да до 44 или до 43 куда она вырастет но туда я ее немножечко и приопущу и увеличу что еще отступ от максимума в самый последний день если я доживу до последнего дня в этой позиции то я сделаю отступ от максимума ну достаточно большой вот вот и поставлю take profit там стоп лимит будет поднят тоже уже ближе ближе к цене и поэтому если случится так как с башнефтью случилось вот здесь вот смотрите вот за три дня так башнефть недельный сейчас я его поставлю не недельный а 4 часовой вот он вот если случится вот такое вот за три дня у меня будет вот здесь вот стоять вот стоп лимит и как только она пойдет вниз не важно когда отсечка как только она здесь пойдет вниз ну значит сработает стоп я уже буду смотреть достаточно мне этой прибыли или нет и окажусь ли я в ней вообще так что друзья мои вот такая ситуация здесь надо иметь небольшие ну как бы да нервы да возможно вот падение подобно вчерашнему падению немедленно они-то бумаги 13 числа, мы наблюдали колебания вниз 14 числа, мы наблюдали колебания вниз 20 числа, ну, так сказать, будут еще колебания на следующей неделе, я ничуть не удивлюсь, и пока у меня стоп стоит в зоне убытка, я его не двигал еще вверх, я его начну двигать не раньше вверх, чем через неделю. Вот через неделю, уже там за две недели до момента отсечки, я уже активно начну этим заниматься, вот, а как устанавливать стопы, как устанавливать тейк профиты, вот, сказать, то, что сверху стоит, ну, вот об этом, вот о всех параметрах я рассказываю на курсе биржа для чайников, сейчас, пожалуйста, наблюдайте, просто наблюдайте, и если у вас сердце схватывает от того, что ваш актив упал на 1%, то, может быть, вам вообще не стоит заниматься фондовым рынком, может быть, положить деньги под 6% в год и пусть они, значит, растут не больше, чем инфляция, ради бога. Здесь вы видите, что возможно добиться доходности 70-80-100% в год, но если у вас есть нервы достаточные, потому что, если вы, например, будете следовать тренду, вот, акции упали, вы их продали, потом они поднялись, вы говорите, ой, я зря продал, дай-ка я докуплю, вы докупили, они снова, значит, это самое, упали, вот, черт возьми, ну, их нафиг, я снова продам, потом они поднялись, блин, зачем я их продавал, я снова куплю, ну, так это прямой путь к разорению. Очень простой совет, не суетись с акциями, купил и, значит, держи, вот, наблюдайте, наблюдайте, имейте терпение. Да, у меня вчера упали активы на 10 тысяч рублей, потому что доллар обесценился, потому что у меня очень много в долларах, но ничего, сегодня это уже по большей части все восстановилось, ничего страшного не происходит, вот, поэтому подпишитесь на мой канал, приобретите курс биржа для чайников, изучайте его, учитесь на чужих ошибках, в курсе особенное внимание уделяется наиболее частым ошибкам, которые вы допускаете на фондовом рынке. Вот я прямо говорю, вот здесь теряют столько-то, здесь теряют столько, здесь теряют столько, поэтому, ну, просто обойтитесь малой суммой, там, в 5 тысяч рублей, которые вы заплатите за курс, но зато вы будете знать те ошибки, на которых вы потеряете 100 тысяч, 200 тысяч без учебы, я вас уверяю, это будет тоже самое учеба, только намного дороже. Вот, ну, а на сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий.